Хеллоу всем. Название точно на карте Демираж. Итак, начнем. Сити спаун, база контртеррористов или просто сити. Эту часть карты могут называть на Дельпане, часть шведского игрока. Этот большой ящик называют сигаретой или искрой. За искрой на сигарете. У иностранцев фаербокс. Эту жесткую конструкцию Рабан на Рабане. Это называют просто нычка в темке, в секретке. У иностранцев данжербокс. Эту нычку у нас называют в крысе, у них ниндзя. Апартаменты на А. Эй апартаментс. Ковры или палос. Балкон. Балконе. Под балконом. Под коврами или андр балконе. Яма. Пит. Эту часть называют обычно на нуле, да, здесь они здесь находятся. Здесь они стоят на раскидке. Эту конструкцию называют трон или тетрис. Между или на сэндвиче. Вот здесь у нас в русскоязычном контрстраке говорят на голове, на головах, на бусте у иностранцев естерс. Джангл. Или на таком бывшем названии, как на халпе, да. Я обычно, ну, стараюсь употреблять иностранное название, то есть говорю джангл. В окне. Виндов. Или еще называют в люльке. Под окном. Андервиндов. Это миддл. Здесь говорят за ящиками на миддле или топ миддл. Эту часть называют парапет. У иностранцев катволк. Катволк переводится как узкий мостик. Перемка. Перемычка. Или коннектор. Подземка. Метро. Туннель. Таннел с иностранцами. Андеграунд. Или андерпасс. Эту часть под Б называют в доме под Б. Или хаус Б. Эту комнату. Комната с телевизором. Или просто телевизор. Тиви рум. Или просто ТВ. Здесь у нас ТИ-спаун. База террористов. Или просто ТИ. Эту часть называют отдельно банан. На банане. Или могут еще называть на дуге. Это называют подсадкой. Это комната. Я говорю с комнатой с телевизором. Это коридоры под Б. Апартаменты под Б. Есть такое название, как ковры под Б. По аналогии с Аплендом. Или с иностранцами Биапартамент. Биапс. Здесь также говорят на балконе. Белконе. Балконе. Или есть такое название на Проноксе. Еще русское название, по-моему, с версии 1.6 на белье. Просто на машине, на автобусе. Кар у иностранца. Это Пленд Сайт. То есть, говорят, если здесь играют на сайте. Здесь и ставят бомбу на дефолте. Здесь у нас название распространено, по-моему, одно из всех. Можно сказать, за скамейкой. Либо на форесте. Это у нас комната на шарте. Называют еще Апдаун. Лифт. Вейн. Есть такое название. У иностранцев. Ладдеррум. То есть, комната с лестницей. Или я говорю просто Румшорт. Это все называется Шорт. То есть, ближняя часть Бэпленду. У нас Зига. У иностранцев Шорт. Эту часть могут отдельно называть Зелень. Но такое я никогда не слышал. Обычно говорят просто Шорт. То есть, это здесь все. Маркет называют. Магазин есть такое название. Слышал. На кухне. Или Китчен. То есть, с иностранцами. Когда играть, я всегда называю словом Китчен. Чтобы не путаться. И чтобы сразу было понятно, о чем идет речь. Чуть совсем не забыл. Эту точку отдельно называют. На стуле. Или на сотке. Вот я не помню, как переводится стул иностранца. Посмотрите в словаре. Если бомбу ставят здесь, то ставят бомбу на дефолте. Соперник, если находится где-нибудь в пленте, то говорят в сайт или плента. Вот, в принципе, вся информация о карте Демираж. Я прилагаю в конце фотографии. Русскоязычных названий. И англоязычных названий для этой карты. Всем хорошего настроения. Успехов. Пока.